Странно! Бог, которого называете совершенством, всемогуществом и любовью, и вдруг, вместо того, чтобы взять и спасти человека, он, друг, зачем-то воплощается, терпит жуткие просто страдания, действительно жуткие! Кто видел фильм Гибсона, знает, что это такое, какой ужас, действительно! Добровольно идёт на это для того, чтобы спасти человека! Странно! Где же его всемогущество? Что за игра? В страдания? Этот вопрос ещё раз сейчас попытаемся рассмотреть его, ещё раз показывает, какая же глубина, до чего глубокая, я бы лучше сказал, христианская религия! Язычество, иудейство на Бога смотрят, как на какого-то подобного человека, который что хочет, то и делает! Не понимают ни природы Бога, ни природы человека! И отсюда возникает вопрос, как это? Бог всемогущий взял бы это и сделал! Это что такое? Идти на крест! Итак, вот этот вопрос, на который давайте попытаемся немножко подумать, что ли, и рассудить, зачем же, почему же потребовался крест страдания? Крест, я говорю, как символ страданий! Да, крест для Бога, человека, Христа, для спасения человека! Почему? Первое, на что я обращаю внимание ваше, на одну замечательную мысль Григория Паламы, небезызвестного для вас. Посмотрите, что он пишет. Бог есть и называется природой всего сущего. То есть, в данном случае, всего существующего, то есть природой, то есть основой всего. Ибо ему всё причастно и существует в силу этой причастности. Слушайте, это что такое? Пантеизм прям? Настоящий пантеизм! Нет, ну, здесь запятая стоит. А что же дальше? Но причастности не к его природе, а к его энергиям. Ну, вы, наверное, по дагматическому богословию должны были проходить этот вопрос о сущности и энергиях Бога. И понимаете, в определённой степени, в какой мы можем понимать разницу между сущностью и энергиями. Энергия – это греческое слово, которое перевести на это как действие. Бог природа, но у него есть действие. Какие действия? Бесчисленное множество. Его, в частности, творение мира – это уже его действие. Промысл о человеке – это его действие. Да всё! Так вот, интересно, что говорит. Он, но причастности, Бог причастен, всё причастно Богу, но не его природе, ему самому, а его действие. Ну, как бы это понять бы нам? Представляете, художник нарисовал картину. Говорит, о, Репин! Ну, конечно, Репин, а кто же ещё больше? Как Репин? Репина давно нет. Это его картина. Это его действие, это его энергия, если хотите, которая осуществилась вот в этих красках. У кого в звуках? У кого в песне? У кого в танце? Много у кого в философских идеях? Человек – одно дело сущность сам, человек – другое дело его действия. Так вот, в данном случае Григорий Палома, это действительно глубокий мыслитель, я бы сказал, философ, если хотите, пишет, что, оказывается, Бог есть природа всего. Всё и причастно Ему. Но как причастно? Не в том смысле, что вот эта природа, которой мы наблюдаем всё, всё, что существует, это и есть Бог, как говорил пантеизм. Помните? Пантеизм проходили? Deus sive natura. То есть Бог есть природа, весь мир. Нет-нет! Есть такое выражение, которое даёт возможность нам понять. Попробуйте! Мир – всё створённое. Есть Бог, но Бог не есть мир. Природа – да, есть Бог. Кстати, почему сатанисты ненавидят всё природное и всё естественное? Почему всё время всё время только устраивают как противоестественные вещи, противоестественные страсти, борьбу с природой, чего только не делают, поворачивают к реке. Ну, я не знаю, что только готовы сделать. Человека извращают. Да, природа есть Бог, но Бог не есть природа. Совсем разные вещи, сущность и энергия. Вот это первое, что мне хотелось объяснить сейчас, и нам это будет крайне необходимо для дальнейшего понимания. Всё существует, поскольку причастно чему? Не при его природе, а его энергии, потому что всё существующее есть его энергии. Помните первые строки Библии? И сказал Бог, да будет! И стало так. Его слово, его действие, вот оно, что это такое стало! Все спрашивают, как из ничего Бог сотворил? Экс нигелю нигель! Из ничего ничего не бывает? Так, ничего. В данном случае его слово воплощается, и мы видим, до чего же Бог прекрасен, прекрасен мир в своей первозданной красоте. Да, потому что это слово самого Бога, это его энергия. и как его энергия причастна причастна самому Богу. Ну, хорошо. Дальше продолжу Григорию Палому. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть иного мира. Это продолжает всё тот же Григорий Палома. Интересно. Он развивает и говорит, что из себя представляет этот видимый мир. Я боюсь только одного, что сейчас, когда я говорю видимый мир, мы себе представляем планеты, галактики, мириады звёзд. Ну, голубчики, этот мир... А, забыли? Этот мир существует, оказывается, по каким-то законам. Это не только это внешние вот эти явления, а все закономерности, которые присущи этому миру. Вот что есть этот мир. Гармония сама по себе, потрясающая целесообразность сама по себе всего, саморазумность, которая существует, существует в нашем мире и в нашей бедной человеческой головушке даже. Всё это есть. Вот что такое этот наш мир, который является отображением того мира. Итак, все законы тварного мира, они только сам, просто мир. то есть все законы, которыми он живёт, тварного мира, являются ничем иным, как отображением свойств, то есть энергии самого Бога. Почему об этом я говорю? это очень важно. Мне кажется, в данном случае мы можем найти с вами ответ на поставленный вопрос. в чём же тут дело? Как Бог неизменяем, так и действия Божьи, будучи выражением Его, Бога, то есть действия, энергии, эти воплощённые энергии, которые мы наблюдаем в нашем, как бы, видимом мире, они также непоколебимы, неизменны, поскольку они, как мы сказали, этот природа есть Бог, хотя и Бог не есть природа. Неизменны существующие законы, они имеют некую иерархичность. Он начинается с самых таких грубых, я бы сказал, материальных законов, биологические законы. О! Совершенно другой уровень, другая сложность. И посмотрите, какое соподчинение! материальные законы подчиняются законам биологическим. Тот, кто знаком с медициной, это может привести сколько угодно примеров. Но и эти законы биологические подчинены законам психическим. Что вы! Психика подчас не спровергает все законы биологии идут на смерть, на смерть идут в состоянии, допустим, аффекта или ещё чего-нибудь. Но и эти психические законы, закономерности, обращаю ваше внимание, подчинены законам нравственным. Нравственным законам подчинены. Совесть заставляет делать то, перед чем не может стоять никакая психика. Но и скажу вам последнее, и выше даже нравственных законов существуют законы духовные. Я нарисовал вам вот эту лествицу закономерностей, в чём каждый более высокий уровень находится, я бы сказал наоборот, каждый нижний уровень находится в подчинении более высокого. И, наконец, последним источником, если хотите, самым фундаментальным, которому подчинены в конечном счёте, конечно, все законы, это законы духовные. Законы духовные, они присущи закону духовной жизни самому человеку, и они-то являются наибольшей ценностью, если мы хотим заниматься познанием человека и его духовной жизни. неизменным. я об этом говорю? Почему я говорю о первичности духовных законов в нашем бытии? Их непоколебимости, особенно обращаю ваше внимание на это, духовные законы непоколебимы, неизменны, поскольку являются выражением самого неизменяемого Бога. Давайте обращаю ваше внимание. Всё иудео-языческое понимание Бога какое? Надо его умолить, чтобы он с милостью велся, не наказал или помог там что-нибудь сделать. Бога меняем своими молитвами. Подумайте! Христианство говорит, вы что? Если Бог изменяет, какой же он тогда Бог? мы меняемся в своих молитвах. Мы! Ты смирись, гордый человек, и тогда действие Божие станет доступным для тебя и изменит тебя и спасёт тебя. А пока ты не изменишься, невозможно, пока окна закрашены чёрным лаком никакой луч солнца не придёт в твою душу. И тьма так и будет. Протри, сотри этот лак, начни его стирать, и ты увидишь, как солнечные лучи начнут проникать. Мы меняемся, а не Бог меняется. вот что сказало христианство в отличие от всего дохристианского религиозного сознания. Бог неизменен, и кто он? Неизменен он любовь. Почему я об этом, друзья мои, говорю? Мне хочется, чтобы мы попытались понять следующее. Если законы, духовные законы нашего бытия неизменны как Бог, то в данном случае мы оказываемся перед такой реальностью. Человек создан с полной свободой. Полной, я бы сказал, духовной свободой. Не свободой делать что угодно. Он, может, много и делает, свободен, но главное не в этом. Потому что, когда делает, то он сталкивается со свободой многих других людей. Я говорю свободой воли. Человек есть создание Божие. Если хотите, это плод его энергии человек. И изменить человека Бог не может. Всемогущий Бог? Да. Всемогущий Бог? Нет. Так, простите, всемогущий или нет? Бог не может спасти человека без воли самого человека. почему не может? Потому что та свобода, которая дана человеку, богоподобная свобода, она означает ничто иное, как неизменность. И если бы Бог нарушил, что невозможно, свободу человека, он перестал бы быть Богом. Это его акт, его энергия. Он, поскольку человек назван, по образу создан человек Божиим, богоподобен. Человек свободен, и Бог не может влиять на человеческую свободу воли. Если бы не так, тогда не имели смысла никакие заповеди. Это было бы что-то смешное заповеди. Зачем они нужны? Зачем? Если я ничего не могу? Оказывается, свобода человека незыблема. я что хочу сказать? Один из законов достаточно элементарных, но также твёрдых и незыблемых, как и прочие законы духовной жизни, заключается в том, что каждое нарушение закона природы, закона природы, я подчёркиваю, никакого юридизма, избавь Бог думать о законах юридических, Бог не издаёт никаких законов, я говорю, законы нашей жизни. Каждое нарушение законов существования человека, мною нарушаемое, влечёт за собой что? Ну, что влечёт за собой, когда я сажусь на раскалённую сковородку? Ну, всем понятно, что я говорю. Всем понятно? Нельзя нарушать законы своего естества, своей природы. Влечёт что за собой? Ну, страдания, конечно. Ну, конечно, страдания. Естественно, нельзя прыгать с пятого этажа. Но дальше что? Человек прыгнул и дальше привожу очень грубый пример, но который, может быть, лучше поможет нам понять суть дела. Поломал ноги, а дальше? Дальше по тому же самому закону оказывается для исцеления, для восстановления прежней целостности и здравости требуется опять что? Опять требуется труд, страдания, часто тяжёлые страдания для того, чтобы восстановить в целости и здравости. Лежит человек с ногой, она у него так торчит вся перевязанная и говорят, тебе придётся лежать столько-то недель в гипсе. Ахай, охай, ничего не попишешь. Закон. Ничего не сделаешь. Хочешь излечиться вот так? Есть, оказывается, такой же закон, что любое повреждение для своего исцеления требует, также требует равносильного не хочу говорить слова адекватные, уж очень отрывай, фух, противно даже, равносильного равносильного страдания, труда и подвига. Оказывается, для исцеления повреждённости нашей природы требовались соответствующие страдания, чтобы её исцелить, требовались соответствующие страдания. Чего? Вот того этой нашей природы. Без исцеления её невозможно было бы никакое дальнейшее продвижение в духовной жизни. Природа повреждена. Как? Она стала смертной, тленной, страстной и требовалась соответствующая её исцеление. Через что? Закон один. Исцеление требует страдания. спасение требует страдания. Герои часто гибнут, даже идут на смерть, чтобы спасти других. И здесь мы видим, чтобы победить смерть, мы это же постоянно слышим в стихирах, в стихирах, что вот скоро это будет смертью смерть попрал. Слышите? смертью смерть попрал. То есть, вот это перенесение тихчайших смертных страданий, оно явилось только вот тем необходимым средством, благодаря которому была побеждена вот эта смертность. То есть, вот то, о чем я говорю, соответствующие страдания требуются. Небольшая боль, небольшая болезнь, и не так уж трудно лечиться, не так уж тяжко. Более тяжелая болезнь – больше страданий, еще более тяжелая болезнь – еще тяжелее страдания. Наконец, когда мы приступили к последнему, для того, чтобы уничтожить смерть, оказалось, это возможно только равносильным актом смертью. вот почему потребовалась смерть Христа. Причём, не просто смерть, а страдания до смерти, смертные страдания. Вот, оказывается, в чём суть, почему потребовались, потребовался крест Христов. А не мог Бог своим всемогуществом исцелить человеческую природу. Таков закон бытия. Закон, если хотите, божественного бытия. Ведь вы знаете, что Бог не может перестать быть Богом? Нет? Не слыхали? Знаете, что Бог не может сотворить другого Бога? Никогда не проходили? Говорят, нет. И там нет. И не может перестать другим Богом, даже стать не может? Нет. Измениться не может? Нет. Так Он всемогущий или нет? Да? В чём? Как? Бог – первичная реальность. И Он незыблем, Он неизменяем, Он самосущий, Он начало всего существующего, как и написал Григорий Палама, да, Бог есть и называется природой всего существующего, самой природы, из которого всё возникло. И материальные, и духовные, и законы существования. Редактор субтитров Продолжение следует...